Найкраще кино на канале Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Угу. У меня тут тетя живет. И еще я решила поступать в университет. Хочу здесь жить и учиться. А то что у нас? Ничего. Скукота. А здесь жизнь кипит и люди другие. На кого учиться будете? На журналиста. А, журналиста. Это значит, заказные статейки будете писать? Почему заказные? Правдивые и справедливые. У меня столько планов. Хочу в театр сходить, в музей и на выставку. Все нужно успеть. А в адрес запомнили? Да, конечно. Нам еще далеко? Да нет, тут рядом. В багажнике что-то стучит. Наверное, сумка твоя перевернулась. Давай остановимся, посмотрим. А мы точно правильно едем? Правильно, правильно. Дорога через парк. Выходи, посмотрим. Ого. Добрый вечер. А ты чего так поздно? Замоталась сегодня. Столько времени зря потратила. Мужик якобы свидетель. Видел, как кто-то кого-то убил. Угу. Оказалось, на учете в психушке состою. А ты еще не научилась психов определять? Поучи меня еще. А вы чего это так поздно задержались? Ну, мне торопиться некуда. Ты знаешь. Я-то знаю. Опять будешь кому-то в гости проситься. Не ерничай. К тебе я сегодня не поеду. Галочка, там тебя письмо на столе ждет. Что за письмо? От поклонника? Ха! А мне вот писем никто не пишет. Я тебе напишу письмо. Если захочешь. Ну, что там? Бред какой-то. Можно? Да, пожалуйста. Пошли. Ты думаешь, ты лучший из всех мастер в розыске пропавших людей, в расследовании убийств? Ну, ты ошибаешься. Ты далеко не так умна, как считаешь. Попробуй сыграть со мной в простую игру. Ерунда какая. Нет, подожди, подожди. Пройди квест. Если успеешь сегодня выполнить три задания, то будешь спать спокойно. А если не успеешь, то тебя ждет сюрприз на берегу пруда в парке. Ну, и что? Псих какой-то. Их просто тянет к тебе. Спасибо. Успокоил. Ну, хорошо. Ну, хочешь, я с тобой пройду этот квест? Ну, что там? Первое задание. Давай. Так, во первых день сегодня кончился. Прошел и поезд ушел. Хватит с меня на сегодня психов. Ну, мы тогда пошли. Даша, скажи, а что твой отец вообще делал в Германии? Работу искал. Хотел там себя реализовать. Художник в Германии? Почему нет? Художников клуб тернистый. Где признают, где нет. Мы же не в курсе, чем он там занимался. Может быть, он создавал необычные инсталляции, абстрактные коллажи. Да, вот судьба. Уехал и погиб. Не говори. А похоронили его там же? Мама говорит, что да. И вы ни разу не были на его могиле? Нет, мама вся в работе. Слушай, Даша, я одного не понимаю. Почему твоя мама не хочет видеть родственников твоего отца? Ну, она говорит, что когда я родилась, они уже об этом знали, но никогда даже не пытались с нами связаться. Она растила меня одна, потому я обижена. Ну, она обижена, это понятно. Но почему тебе не общаться с родственниками твоего отца, а что? Всю жизнь на них обижаться? Что да, то да. Говоришь, Егор умный, интеллигентный, да? Да. Я тоже познакомилась с одним в музее. Тоже умный, тоже интеллигентный. Ну и? Слушай, о картинах разговаривает, может, часами. А у меня это, ремешок сумочки из кольца выскочил. Так он пытался его назад пристроить. Я реально брыдалась. У него, правда, у него руки не с того места растут. Слушай, ну прикинь, какие мужики бывают на свете? Ну, тебе же не только руки его нужны, кое-что еще не помешает. Да? Вообще, главное, чтобы любил. Да, а потом выходишь замуж, и что, тапки, танки, телевизор? Класс. Ладно, лучше расскажи, как мама. Спасибо, уже хорошо. Позавчера забрали из санатория. А у тебя все в порядке? Ты сегодня какая-то такая задумчивая. А, нормально. Просто вчера день был не то чтобы трудный, какой-то бесполезный. Извини. Да? Алло, Галя, Галь. Скажи, ты какое-нибудь письмо получала? Вчера получала. Какой-то идиот предлагал квест пройти. Полное галиматья. Ну, не знаю, галиматья или нет, а только что позвонил какой-то мужик, сказал, что ты зря не отнеслась серьезно к этому письму. Сказал, чтобы ты искала труп. Что? Где? Ну, я не знаю где. Сказал, что в письме это написано. Письмо. Письмо. Поняла пока. Слушай, да перестань, я рассчитаю. Что случилось? Случился ужас. Ужас. Привет. Доброе утро. От кого прячемся? Галь, слушай. Пряник, который ты выбросила, я уже съел. Прощу. Макс, ты с вами шутки с дурацкими. Ну, а что случилось? Я сама пытаюсь понять, что случилось. Я... Ау! Идиотка. Да, я, конечно, приветствую самокритику, но все-таки. Так, письмо. Что там было про квест? Так ты же сказал уже все. Ты опоздала и ты можешь спать спокойно. А если бы я успела, то меня бы ждал сюрприз. В парке. И там еще что-то было про пруд. В парке на берегу пруда. Макс, ты молодец. И все? Мусор, ты собери! Так, Галина Сергеевна, уборщица, все вынесла. Утром, пока я там пробежалась, весь мусор собрала, в пакеты упаковала. И... Выбросила. Так, где у нас мусорные баки? Вот там, за зданием. Подождите, только вы опоздали. Почему? Приезжал мусоровоз, все контейнеры, собрал и увез. Да что ж такое-то, ну? Что-то важное было? Да, думаю, да. Ладно. Спасибо, всего доброго. Ну, и вам того же. Здравствуйте. Разрешите пройти? Извините, не могу. Мне нужно поговорить с подполковником Захаровым. Я ему звоню, он не отвечает. Проводятся следственные действия. Я понимаю, но у меня важная информация для него. Я вас понимаю, но у меня приказ. Тем более, мне велено не пропускать журналистов. Я не просто журналист, я криминальный журналист. Я веду расследование. У меня есть важная информация по этому убийству. Все так говорят. Вам главное пробраться и труп сфотографировать. Так вы меня не пропустите? Нет. Андрей Викторович! Проходите. Благодарю вас. Я могла это все предотвратить, если бы поверила. Но я выкинула это письмо, а потом обшарила все бедры. Конечно же, я уже ничего не нашла. Галя, 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 пожалуйста, успокойтесь. Расскажите, что там было в письме? Ну, я же говорю, что я даже не вчитывалась. Там такая ерунда была написана. Хорошо, конкретно. Что там было написано? Детали. Так, хорошо, сейчас. Значит, про то, что я считаю лучше себя, себя лучше других. Это я вам уже рассказала. Дальше был квест. И первое задание, там было про первое задание, что мне нужно поехать в торговый центр «Заря», и в магазине игрушек в лапах белого медведя будет задание, что дальше. Будете в этот центр. Хорошо. Галь, волнуйтесь, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мы все выясним. Добрый день, девушки. Мы из полиции. Здравствуйте. Нам нужно осмотреть несколько ваших игрушек. Так. А что случилось? Да, у нас все на месте, ничего не пропало. Не сомневаемся. Просто покажите, где у вас берлоги с белыми медведями. Помню. Берлога, Гар, покажи. Пойдемте. Только медведи у нас не в берлогах, а на полочках. Угу. Спасибо. Может, вам администратора? Нет, только медведи. Я надеюсь, там не бомба? Мы тоже надеемся. Не пугайте меня. Вот. Спасибо. Дальше мы сами. Запомнили будущее. Белые медведи в берлогах не живут. Осматриваем всех. Белых, желтых, серых. Что случилось? Оль, тут полиция пришла, видишь? Не знаю, что-то ищут. Буду звать директора или охрану. Да, конечно. Прям мечта детства. Я одна в магазине игрушек. Большим идиотом я себя давно не чувствовал. Ничего. У тебя еще все впереди. Уже стягивается. Охрана, директор, администратор. Дядя уже спрашивала, что здесь делают дядя и тетя. Да-да. Эти родители говорят, что дядя и тетя пользуются служебным положением и пытаются поиграть с медведями. Лично я уже наигралась. Я тоже. Нет тут никакой записки. Все в порядке. Бомбы нет. Слушай, я предлагаю пойти вон в той полке, и потом смыться через служебный выход. Мы туда, там посмотрим. Да, давай. В общем, все. Смотрели каждого медведя. Да, и белого, и серого, и бурого. Нет ничего. Пусто. Вы думаете, мне это письмо померещилось? Нет, мы так не думаем. Ну, есть, конечно, вариант, что кто-то из покупателей забрал. Возможно, ребенок. Да, было это письмо, точно было. У меня есть свидетель, мой коллега, он тоже читал это письмо. Вот черт меня дернул, его выкинуть. Идиотка. Мы вам верим. Нет, ну, с письмом, конечно, вышло так. Не очень. Но связь с убийством еще нужно доказать. А труп у пруда? Что труп? Ну, как что? В письме было сказано, что меня ждет сюрприз в парке на берегу пруда. Тело нашли именно там? И если бы я прошла этот квест, то убийца не совершил бы, надо полагать, это убийство. И я бы спала спокойно. Как в письме все? Ну, да, звучит логично. Честно говоря, такие письма характерны для маньяков или для серийных убийц. У нас таких не наблюдается. Вот появился. Наблюдай. Так, не нагнетай. А вас подвезти? Нет, спасибо, я на машине. Жаль, что вы такая самостоятельная. Хороший вечер. Жарко? Вечер кошмарный. Галь, ну, не привлечивайте. Нет, я понимаю, что где-то бегает этот маньяк, но мы же его ищем. Обязательно поймаем. Ой, извините. Алло. Галин, привет, как дела? Привет, нормально. Была в следственном управлении, сейчас еду домой. Да, привет, солнышко. Это кто у тебя там? Егор, не глупи. Нет, серьезно, кто это? Это следователь, разговаривал с женой. И что, этот следователь поедет с тобой? Нет, этот следователь поедет домой. Ладно, хорошо. Переходи домой, напиши смс. Пока. Я с дочерью разговаривал, у меня жена умерла несколько лет назад. Извините, я не знала. Да нет, ничего. Просто, если я ей не отзвонюсь, она очень волнуется и спать не ложится. Ну, пока я не объявлюсь. Тогда вам с Росиной нужно ехать домой. Ну, в общем, да. До свидания. До свидания. Ну, чего ты так поздно? Мы волновались. Работа у меня такая. Шли бы спать. Я говорила, что тебя дождусь, но нет. Она хотела удостовериться, что ты вернулась. Чего ты улыбаешься? Время уже, между прочим. А я сейчас говорила с одним мужчиной. Да-да. Ну, вот так вот, его дочка тоже. Каждый его шаг контролирует. А он ей не отзвонился, она волнуется. Угу. Ладно, девчонки, пойду. Ужин на плите. Спасибо, мам. Все вы родители такие. Только умейте нас гонять. А сами болтаетесь где-то ночами. Так, Дарья, походу в городе объявился маньяк. Домой поздно не приходить и одной не ходить. Только с кем-нибудь. Хорошо. Только с Русланом. Дарья, сегодня был трудный день. Не выводи меня. Я тебя никуда не выводила. Я тебя поставила в известность. И бабушке про маньяка не говори. Вот опять в больницу загреми. Они обыскали весь магазин игрушек, притрясли всех медведей и, конечно же, ничего не нашли. Я себя чувствовала полной идиоткой. Галь, ты все сделала правильно. Надо было все проверить. Тем более, когда произошло убийство. А я считаю, что это совпадение. Совпадение чего с чем? Ну, кто-то по-идиотски пошутил и совпало с тем, что убили девушку. Макс, мы все хотим верить, что маньяка нет. Но убили молодую девушку. И, кстати, неплохо было бы узнать, кто она. Вот если он пришлет еще одно письмо, тогда будет ясно, что… Всем привет. Гал, тебе охраннику подбросили. Галь, давай, открывай. Ну, время теряем. У тебя хватило ума не поверить мне? Или просто не успела пройти квест к указанному сроку? Ты либо глупа, либо ленива. Вот сволочь, а. Погоди ты, Макс. Ты будешь играть в захватывающую игру. Правила ты, видимо, уже поняла. Получив очередное письмо, ты должна пройти квест и оказаться в указанном месте в указанное время. Тогда все будет в порядке. Если же ты опоздаешь, я знаю, ты была у следователей. Если я вижу, что ты не одна проходишь квест, произойдет непоправимое. И в этом тоже будешь виновата ты. Вот кошмар. Так что, если бы я успела, он бы не убил? Ты бы все равно не успела. Ты слишком поздно получила письмо. Сейчас, Макс, дальше читай. В любом случае, ты не будешь в проигрыше. Ведь ты же криминальный журналист. Вот я буду давать тебе материал для публикации. На следующий день после каждого квеста ты должна опубликовать репортаж о том, как справилась с задачей. Даже если ты не успела выполнить задание и нашла следующую жертву. Ну что, сомнения в том, что убийство и письмо-совпадение отпали? Возможно, это серийный убийца. Почему возможно? Это наверняка. Что будем делать? У нас один путь. Принятие его правила игры. Вы понимаете, Галя, что это очень опасно? Нет, ну правда, если мы сейчас проигнорируем. Что у нас будет, гора трупов? Я не интересую его как жертву. Я нужна ему как канал информации, чтобы все о нем узнали. Это присуще многим маньякам. Я против. Ты просто неправильно искала. Использовала не тот поисковик. Ну да, ты же такой умный. Я искала, все переискала, а ты за секунду раз и все найдешь. Неил Доценко. Доценко это не тот. Тоже мимо. Ну я тебе говорю, что я все по поводу его данных подшерстила. Ничего нет. Ну, если он не тайный агент, то его след точно должен остаться в сети. Ты вселяешь меня на дождь. Слушай, а ты в немецком шаришь? Нет, я только английский учила. Я тоже. Думаешь, в этой статье что-то важное? Кто знает, если бы мы знали немецкий, точно узнали, а пока я могу разобрать только его имя и фамилию. Привет. Привет. Ну что? Привет. Ничего. Есть надежда, что маньяк передумал? Нет надежды. Ничего нет. Никаких новостей от маньяка нет. Ну и все, Галь, счастливо. Счастливо. Галь, ты завтра не торопись. Я приеду пораньше. Если что-то будет, я сообщу. Спасибо, Макс. Договорились. Тетенька, подождите. Вот, вам просили передать. Кто просил передать? Не знаю. Стой! Иди. Это я. Получила следующее письмо. Квест. Финал 20.00. Первый пункт. Кафе «Кристалл». Пришлю фото курьера. Успела его сфотографировать. Все, буду на связи. Да. Добрый день. Проходите. Нет, я на минуту. Кофе, десерты. Где у вас терраса? Извините, пожалуйста, простите. Девушка, но этот столик занят. Займите следующий, пожалуйста. Что здесь вообще происходит? Вот она. Да что ты, Боря. Извините. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, 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 я все. Ты ее знаешь? А что у вас? Нет, все, кто-то. Погодите. Все в порядке. Первый пункт я прошла. Дальше еду к скверу. Хорошо. Оперативники вас ведут. Только помните, их никто не должен видеть. Не волнуйтесь, они умеют работать. Удачи. Спасибо. Удачи. Так, понимаю. Что-то тебе. Ты должна поехать на быстренький и найти там вход в тоннеле. Оперативная машина следует звание. Да, Галя? Я должна поехать на пустырь у реки и найти там вход в тоннель. Оперативная машина следует звание. Субтитры создавал DimaTorzok Я не понимаю, я же не опоздала. Я приехала на десять минут раньше. Галя, вы сделали все, что могли. Это уже вторая, понимаете, вторая жертва. Послушайте, вы ни в чем не виноваты. Зачем он это делает? Да потому что он маньяк, он меняет правила игры. И вообще, девушка, она была убита за час до того, как вы появились. За час? Да. Я так торопилась. Галя, послушайте, успокойтесь. Поезжайте домой, выспитесь, будем на связи, хорошо? Да, да, хорошо. Ну, и хорошо. А кем была эта девушка? Как только мы все выясним, я вам все расскажу. Договорились? До свидания. До свидания. И так, исходя из тех данных, которые есть, мы можем делать некоторые выводы о личности преступника. Ну, во-первых, ни для кого не секрет, это выраженные садистские наклонности. То есть, он не просто пугает. Он хочет, чтобы жертва как можно сильнее чувствовала свою вину, чтобы она мучилась. Не хочет, он наказывает свою жертву. Да, именно наказывает. Слушайте, ну, а в чем виновата, например, незнакомая девушка 20 лет? Она собиралась стать журналисткой. Вторая женщина, тоже журналист. Недавно перешла работать в рекламный журнал. Далее. Он эмоционален, легко возбудим, в момент нападения не контролирует себя. Хотя в другое время прекрасно отдает себе отчет и может планировать свои дальнейшие шаги. Да. Не просто нам будет его выследить. Да, не просто. Но ошибки делают все. Скажите, а как вы думаете, что послужало толчком к началу его этих действий? Я думаю, это какая-то личная травма, связанная с журналистикой. Может быть, кто-то когда-то о нем написал, оклеветали, или наоборот, не помогли. Но какая-то серьезная травма все-таки была. Надо опросить родственников убитых. Может, были какие-то звонки или угрозы. Сделаем. А что с квестами? Галина здорово рискует. А может заменить ее на нашу сотрудницу? Нет. Он может знать, как она выглядит, и замену не прокатит. С охраной тоже. Может заметит и все. Так, что касается ближайших мероприятий. Наши жертвы никак не связаны. Но помните, психолог сказал, что у нашего преступника была какая-то психологическая травма, связанная с журналистикой. Угу. Надо поднять все старые дела, связанные с нападениями там, или угрозами журналистам, ну и так далее. Извините. Слушаю. Отлично, везите сюда. Оперативники отработали фото, которое сделала Галина, и нашли мальчишку, который передал последнее письмо. Ну, хоть что-то. И как он к тебе обратился? Он, он сказал, эй, пацан, иди сюда. И что, ты вот так вот взял и подошел к незнакомому человеку? Ну, он сказал, что денег даст. Понятно. Что еще сказал? Сказал, что хочет подшутить над своей коллегой. Они работают вместе. Где работают? В газете. Что дальше было? Он дал мне денег. Показал мне тетку, которая вышла с другими. И дал конверт. Сказал, что беги, вон ее машина, перехватишь. Конверт. Вот этот? Да, вроде похож. Ты раньше этого мужика видел? Нет. Точно. Никогда. Пописать сможешь? А денег дадите? Я тебе сейчас леща дам. Понятно. Ну, у него была борода и очки. Темные. Алло, да, Герман. Я через 20 минут буду. Сейчас кофейку выпью и приеду. Да, 20 минут. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok О, Галя. Я понимаю, что ты удручена этой котовасией с маньяком, но ты обещала бы, через 20 минут у нас проблемы с материалами в завтрашней новой. Один материал точно есть. Это от него? Он требует публиковать материалы о квесте. Ну... Он объяснил, почему он совершил это преступление? Его, видите ли, огорчили действия полиции. И поэтому он решил убить эту девушку. Его не интересовало. Успела я, не успела. Ну, и что? Что будем делать? Печатаем? Мы договорились со следователем Захаровым выполнять требования маньяка. Я попытаюсь войти в наиболее тесный контакт с убийцей. Тесный контакт с маньяком? Только этого нам не хватало. Привет. Привет. Ну, что ты нашел? Все ок. Я нашел парня у нас на потоке. Он знает немецкий. Он и перевел мне эту статью. Так, а что в статье? Твой отец был художником. Хорошим художником. Дальше я стал искать в интернете выставки и вернисажи того времени. И... И что? И нашел каталог выставки молодых художников, в которой он участвовал много лет назад. Дальше все было элементарно. Ты нашел его через других художников этой выставки? Да, именно. И один из них дал мне адрес, где живут его родители. Ты просто гений. Я знаю. Так поехали к ним. Нет, сегодня не могу. Они живут в городке километров пятьдесят отсюда. Давай завтра, послезавтра. На машине будет быстро. Ты просто... Спасибо. Спасибо, художник. Статью я написала, но я из-за этого маньяка по ночам не сплю. Кошмар какой-то. Хм. А по тебе и не скажешь. Спасибо, Брун. С женщинами я стараюсь быть предельно честен. У тебя это предельно не получается. А ты не пробовала снотворное на ночь принимать? От него на утро голова дурная. Что случилось? Тебе плохо? Выпей воды. От него? Это был мужчина с бородой в очках темных. Сунул мне это. Сказал, ты знаешь, кому передать и убежал. Я уехала. Я надеюсь, он к тебе не... Макс, ты дурак? Андрей получил новое письмо. Передал через мою коллегу Оксану. Да он уже знает всех, кто с тобой работает. Не говори. Хорошо, что хоть ее не тронул. Да, это точно. Какое первое задание? Двадцатый километр Южного шоссе. Там за остановкой найти какую-то банку. Хорошо, я сейчас вышлю сопровождение. Пожалуйста, будь аккуратнее. Постараюсь. Продолжение следует... Да, Галя, слушаю. Алло, здесь ничего нет. Давайте не будем нервничать и успокойтесь. Да, вам-то, конечно, хорошо оттуда советовать. Ну, вы же мне звоните, чтобы посоветоваться. Вот я вам советую. Успокойтесь. Он не мог ничего не оставить. Ну, просто вы этого не видите. Да я говорю, нет ничего. Я уже все осмотрела, все обшарила. Нет, ничего. Значит, не все. Все. Галь, просто вы не умеете осматривать место преступления. Если вы ничего не нашли, ну, успокойтесь, выдохните. И посмотрите на все другими глазами. Посмотрите там, куда вам не приходило в голову посмотреть в первый раз. Вы что, вы не слышите? Здесь ничего нет. Ой. Знаете, я справлюсь. База отдыха Адам, дом номер пять. Я здесь! Я опоздала, но я здесь! База отдыха Адам. Дом этот трухлявый, крыша гнилая, пол проваливается. Я думала, там и останусь. И что, ничего? Ничего. Слушай, а что, если он спрятал тело так, что… Да нет, нет, это не может быть. Значит, вся эта затея теряет смысл. Тем более, я все осмотрела, там ничего не было. Ну, а полиция? Он меня за эту полицию и грохнет. Ну, и что дальше? А дальше должен выйти материал. Это его требование. Буду писать о том, как я искала, и ничего не нашла. Все, ладно. Не будем мешать. Работай. Да. А мы на обед пошли. Удачи. Какая тут удача. Какая тут удача. Спуститься? А ты где? Хорошо. Давай, сейчас иду. Кошмар. Просто кошмар. Я как прочитал твои статьи, и сколько это будет тянуться? Пока не закончится. А как это должно закончиться? Ты понимаешь, что это смертельно опасно? Да, мне тоже так кажется. Не поверишь. Так это надо бросить. Бросить, чтобы он убивал? Его надо остановить. Пусть полиция остановит. Ты при чем теперь? Я при том, что этот маньяк затеял эту игру именно со мной, а не с кем-то еще. Что себе игра? Ты понимаешь, что я волнуюсь за тебя? Я переживаю. Волнуюсь за тебя, за Дашей. А давай ты ко мне переедешь. Ну, с Дашей. Ну, хочешь, я на дачу вас отвезу. Буду ездить постоянно с тобой. Ну, не беспокойся за меня, не волнуйся. За мной присматривают. Кто? Оперативники. Следователь дал указание. Какой заботливый следователь. Ну, ладно, все, не глупи. Пойду, статью надо писать. Галина Сергеевна, вас ждет. О, спасибо. Вы ко мне? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, это вам. Спасибо. Василий передать. Пожалуйста, до свидания. Хорошего дня. Ну, и что сказала эта девочка Даша? Тетя Люд, она сказала, что хочет познакомиться с нами и со всей нашей семьей. Ну, и зачем нам с ней знакомиться? Это касается вашего сына Даниила. Такие тайны, я прям... Алло. Да, Алексей. Хорошо, сейчас выйду. Приехали. Пойду встречу. Держи. Яблоки, да? На стол. На стол. Я тоже встречу. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Добрый день. Это вам. Ой, какие красивые. Спасибо. Ну, пойдемте. Пойдемте в дом. Проходите. Красивый сад. Да, спасибо. Мой любимый торт. Приношу извинения, что испортил вам игру. Но мне захотелось посмотреть сериал. Мелодраму. Ужаса я не смотрю. В нашей жизни без того полна всяких кошмаров. И я решил на этот раз никого не убивать. Вот урод. Ненормальный просто. Но ничего, наверстаем, правда? Так что никакого трупа в доме не было и нет. Представляю, как вы там его искали. Надеюсь, на вас не обрушился потолок. Дом редкий. Давно пора снести. Да что ж такое? Когда мы его поймаем? Галь, мы работаем. Нашли этого курьера с букетом. Допросили его. Но он написал только мужчину среднего роста. Борода, очки. Но этого же недостаточно. И они учились вместе в школе. Там мы познакомились. Вот. В школе? Может быть, в училище? Ну да, может быть, в художественном училище. Вот. А после почти год встречались. Ну, это вы и сами знаете. Потом он ехал в Германию. Там произошла эта трагедия. Ну, а еще через несколько месяцев родилась я. Простите. Даша. Да, Даша. А для чего вы все это нам рассказываете? Ну, дело в том, что я дочь вашего сына Даниила. Я не хочу вас расстраивать, но этого не может быть. Я понимаю. Мама говорила, что она писала вам. Вы не ответили. Она очень обижена, но столько времени прошло. Почему вы не хотите с нами общаться? Дело в том, что мы не знаем никакой Галины. И никаких писем ни о такой Галины мы не получали. И еще. Тут важно другое. Мы всю жизнь провели здесь. Даниил никуда не уезжал из этого города. Вплоть до своего отъезда в Германию. Нет, знаете, у него была девушка. Только звали ее Марина. Даже не девушка, а жена. У них уже тогда был маленький сын. Да, в общем, Данила и в Германию для этого уехал, чтобы денег заработать. Для сына. Извините. Не переживай, так всякая в жизни была. Как она могла мне лгать? И зачем? Ну, значит, на то были причины. Какими причинами? Врать своей дочери, врать об отце. Здравствуйте. Добрый вечер. А что вы тут стоите? Руслан, ты иди. Хорошо. Пока. До свидания, Галина Сергеевна. Даша, ты только не горячись, хорошо? Нормально все. Пока и спасибо. Не горячись, что это. Это значит, мама, что я нашла родственников и родителей художника Даниила Доценко. Твоих же мамочки. Да. И я была у них в гостях. И представь себе, они ничего не знают ни о тебе, ни обо мне. И уверяют меня, что он никогда не был с тобой знаком. Даша, я... Дай договорить. То, что я чувствовала, то, что я пережила, это не так важно. Важно другое. Почему ты так со мной поступила? Почему ты лгала мне все эти годы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!